Владимирская область впервые присоединилась к всероссийской акции «Волна здоровья». На неё в Муром приехали представители ведущих федеральных клиник. Ожидалось, что они приплывут на теплоходе Василий Чапаев. Но из-за низкого уровня воды в Аке медикам пришлось пересесть на автобусы в Нижнем Новгороде. Акция уже прошла в пяти городах на реке Волге. Ещё три точки вдоль Аки. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными пороками сердца, заболеваниями зрения, слуха и другими. А также, конечно, популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни. В Муроме обследовали более 220 жителей города и ближайших деревень. Две трети из них – дети. Всего акция охватила более 700 несовершеннолетних. Почти половина была отправлена на лечение в федеральные медцентры. Во время мероприятий на ОКЕ глава округа Евгений Рычков и вице-президент Лиги здоровья нации подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель – улучшить качество оказания медпомощи. По словам главы округа, в Муроме этому уделяют особое внимание. Мы в городе проводим ряд таких, на наш взгляд, тоже совпадающих по замыслу с вашим акций или проектов, или программ. В частности, у нас есть такой проект, он называется «5-10». Что это такое? Его суть простая. Это значит, что от каждого дома, для каждого жителя города Мурома должно быть не более 5 минут пешком до детской площадки и не более 10 минут пешком до спортивной площадки. Кардиологи, хирурги, офтальмологи, сурдологи и специалисты других профилей осмотрели детей в Муромской ЦРБ. У 4-летнего Артёма Зайцева врождённый недуг, тугоухость третьей степени и аномалия ушной раковины. Его мама с рождения изучает болезнь сына. У нас нет вообще сурдологов в Муроме. Мы наблюдаемся в Владимире. Ничего не говорят пока. Поэтому всегда это решили. По мнению врача, проводить операцию пока рано. Она может как помочь, так и навредить. Сначала ребёнку должно исполниться 5 лет. Сурдолог Виталий Карпов рассказывает, во всех городах, которые посетили медики, заболевания одни и те же. Наиболее частая – тугоухость и артрезия слухового аппарата. Большинство пациентов просто не знают, к кому обращаться. Больше несем просветительскую часть. Рассказываем пациентам, местным докторам, куда направлять, как направлять, что есть объём, есть возможность. Ну и как следствие количество пациентов увеличивается, информированность увеличивается. На набережной Аки работали шатры здоровья. В них бесплатно измеряли артериальное давление, уровень сахара в крови, делали ЭКГ, проводились консультации дерматолога. Очереди были к каждой палатке. Привели детей на это мероприятие, чтобы пройти тропу здоровья и проверить антропометрические данные. В рамках акции прошёл фестиваль «Сохрани своё здоровье». Для гостей устроили зарядку на свежем воздухе, а со сцены звучали советы о здоровом питании. Игорь Липский, Андрей Беляков, Губерния, 33.